Сегодня у нас с вами очередной урок, учимся правилам таджвида. Я, иншалла, до Рамадана, напоминаю, каждый день постараюсь проводить урок в это время. Кто вдруг не смог просмотреть предыдущие уроки, у вас есть возможность это сделать, пройти по ссылке на YouTube-канал и просмотреть два урока у нас было, вчера и позавчера, чтобы вдруг ничего не пропустили. Мы с вами повторять закончили на букве МИ. У нас поняла много всяких моментов, что опять не успели сделать то, что я планировала себе, но, аль-хамдуллах, иншалла будет польза. Если вдруг у кого-то возникли вопросы, вы просмотрели или были на прошлом уроке, и возникли вопросы, обязательно спрашивайте. Если вопросов нету, тогда мы продолжим. Уже достаточно много в Инстаграме собралось. Человек, и мы можем начать. Мы остановились на буквы МИ, вернее, мы ее закончили и дошли до буквы ЛЯМ. Вот. Я слежу за чатом, если у вас какие-то вопросы по теме, можете задавать. Харфы ЛЯМ пишется, это как крючок такой, да, тут немножко широкий, то есть не делать ее очень узко. Немножко под строчкой, да, то есть у нас в отдельности буквы ЛЯМ как бы опускается немного под строчку. Ну, когда она приходит в сочетание, она уже садится на строчку, да, если она идет с последующей буквой. Если последующей нету, то она опять опускается немного ниже строчки. Буква ЛЯМ в основе в арабском языке, она твердая буква. Здесь важно, смотрите, что при присоединении с последующим словом у нас, она часто, ну, может ошибочно быть принята за АЛИФ, да, то есть АЛИФ тоже такая линия, но АЛИФ с последующей не соединяется, а ЛЯМ соединяется, это их будет отличать, да, то есть вы можете сразу понять, это АЛИФ или это у вас ЛЯМ. ЛЯМ в основе у нас мягкая буква в арабском языке, да, поэтому с огласовками она, например, у нас получается ЛЯ, ЛЮ, ЛИ. АЛИ на суккуне такая серединность у нас проявляется в произношении ЛЯМ. Но в некоторых отдельных случаях, в частности с ЛЯМ-Джаляля, с ЛЯМ-Джаляля, Аллах, ЛЯМ может приходить как мягкой, так и твердой. По ревая хавс. Ну, определенные правила у нас, да, то есть если она приходит с Фатхой или с ЛАММой, она твердая, если она приходит с КАСВА, она мягкая, или если перед ней, перед этим словом... Нет, не так, это чуть-чуть неправильно выразилось. Значит, ЛЯМ, у нас так как это одно слово, да, то есть слово Аллах, то есть если перед словом приходит Фатха или Дамма, то ЛЯМ из ЛЯМ-Джаляля мы читаем Аллах или при начинании, например, Аллах или, например, какой там пример? Что-то ничего не приходит, только при начинании что-то вспоминается. Ну, если, например, мягкая, тогда бисмилляхи, да, то у нас здесь, так как перед ЛЯМ-Джаляля стоит КАСРА, поэтому бисмилля, ЛЯМ мы говорим, а не бисмиллахи, да, то есть это, ну, неверно, мы не делаем ее твердо. Часто некоторые так произносят, да, бисмиллах, ну, неверно. ЛЯМ мягкая в этом случае, да. Еще, как и ошибка бывает, например, СРА, чрезмерность твердости, ЛЯМ, она твердая, но не, ну, как бы не стоит ее делать чрезмерность, да, не как такой проглоченный, говорят, например, ЛО, ЛО, как будто она, ну, вот где-то зажата внутри и не выходит. Да, у нас ЛЯМ, ее МАХРАДЮ, передняя боковая часть языка, то есть это спереди, это не где-то там глубоко, у нее нету сифат, которые ИСТИАЛЯ или ИТБАК, поэтому их даже при твердости не нужно делать, потому что это не является частью этой буквы. У нас есть такая особенность, лигатура соединения ЛЯМ с АЛИФом, которая пишется вот таким образом, да, то есть у нас получается как будто ЛЯМ и АЛИФ вот внутрь. Да, вот пишется так, то есть ЛЯМ чуть-чуть возвращается и изнутри как бы выходит АЛИФ. Написание, например, как стандартно, так как ЛЯМ является дружелюбной буквой, да, у нас последующая соединяется. Но если по общим правилам написания, у нас бы писалось ЛЯМ, например, так, и потом вверх, да. Как-то смотрю очень... Инстаграмы почему-то отсвечивают сильно, да. что-то сильный свет. А сейчас, то есть если мы возьмем... Возьмем чуть потолще. Да, то есть возьмем, например, так. И по общим правилам у нас как будто ЛЯМ вот так должно писаться, то есть ЛЯМ, а потом АЛИФ с АЛИФом, да. Но, видимо, у нас пишется не так, то есть она пишется вот так вот. Иногда, если в общем письме, вот может так даже писаться. Ну, это как бы дополнение, чтобы вы понимали. Это особенность, да, сочетание этих букв, как бы исключение, можно так сказать. Хорошо. Идем дальше. Ну, здесь важно на Суккуне, часто вот у нас есть в Суре Тальфате, в самом начале, да, идет АЛЬХАМДУ. Частая ошибка АЛЬХАМДУ читает. Это неверно, да. То есть мы должны немножко придержать, ну, не чрезмерствовать, потому что она не является из буквы, вот третьей категории, где на Суккуне, а со второй, как мы говорили, да, то есть средняя. АЛЬ, АЛЬ и заканчивается. Ну, бывает еще неправильно с Махражем часто, но, как бы, про это будет Ншала в дальнейшем еще говорится. Поэтому, да, буквой ЛЯ мы читаем на Суккуне, даем ей время, но при этом не чрезмерствуем и не сокращаем ему. Да, вот мы видим здесь примеры, где ЛЯМ и АЛЬХАМДУ идёт, например, ИСЛЯМ, да, вот ЛЯМ и АЛЬХАМДУ, в этом вот шрифте, вот так получается. Плохо видно. Не могу здесь почему-то исправить. Очень ярко почему-то, не знаю, как это поправить. Вот в Фейсбуке хорошо видно, а почему-то в Инстаграме как-то, хотя один экран направляется, а вот так, может, сейчас, чуть-чуть, может, угол. Вот так лучше, да? Вот так вроде лучше я вижу. Нашала так лучше. То есть это следующая буква, ну, верну чуть-чуть на ЛЯМ, вот у вас ЛЯМ и АЛЬХАМД, да? Например, САЛЯМ и СЛЯМ, это есть такое сочетание. Ну, больше не получится сейчас. У меня просто тут файл, так он... Ну, это примеры, пока Мистак, для тех было рассчитано, кто буквы вообще не знает, и мы бы останавливались более... Нашала, кто хочет примеры эти почитать, может на YouTube зайти, там оно будет вот в таком режиме, как на экране. То есть это будет, Нашала, качество намного лучше. Ну, вот. Нашала Хэр. Чуть-чуть отпустить. Вот так лучше. Хорошо. Продолжим. Следующая буква, буква АЙН. Буква АЙН тоже из таких, может быть, проблемных букв, у некоторых не получается, так как это буква горловая. Да, такой звук АА, АА, с фатхой, например, если мы говорим РУ, ИИ, АА, если на суккуне. Нужно почувствовать, да, середина горла, вот где буква ХА у нас была, которая без точек, в том же месте у нас и образуется АЙН, да, или вот у нас с ней соседка, но более интенсивно. То есть АЙН, она более интенсивна, над гортаник у нас там задействованный. Ну, в случае, если у вас не получается, ну, под руководством нужно более тесным, да, это делать, нужно просто тренировать, да, то есть вот от ХА, например, ХА, АА, если ХА получается, повторяйте, вот, похожие на рядом стоящие буквы, чтобы ощутить эту, ну, как бы, разницу. В конце концов, потом буквы, буквы эти в слоги, в слова, и уже в потоке, иншаллах, это будет получаться. Вот. Иншаллах, ХАЯ. В сочетании, да, с другими буквами, у нас, если самостоятельно, она пишется вот с этим хвостиком, в начале и в середине, хвостик поднимается вверх, и здесь внимательно, как она пишется в середине слова, ну, эти написания, иншаллах подробно, вы про каждую букву сможете посмотреть, вот, там, где я говорю про буквы отдельно, в записи. Так. Например, у нас Абду, да, например, Абдулла, или САМИРУ, ЗЛАММЫ, на СУКУНЕ, здесь у меня примера на СУКУН, почему-то нету, но если мы остановимся, например, на АЙН, так как мы остановимся на СУКУН, САМИР, да, буква АЙН, имеет такой чуть-чуть, ну, как звук, он не должен быть очень быстрым, потому что будет похожий на ГАМЗУ, например, делает САМИЯ, и как САМИЯ, получается, похоже, и не нужно ее сильно тянуть, то есть он имеет срединное такое положение, как вот была у нас СЛЯМ сегодня, АЛЬ, и тоже здесь, например, САМИЯ, САМИЯ, да, САМИЯ, она рисует на ваших душах, угу, хорошо, это САМИЯ, потренируйтесь, попробуйте, или у вас получается, получается ли у вас этот звук, можете отписаться вот в чате, как у вас с этой буквой, угу, да, эфиры сохраняются, 24 часа, если запись прошлых эфиров, можно в YouTube посмотреть, по ссылке в шапке профи. Следующая буква, буква АЙН, это такое же написание, как у предыдущих, предыдущих АЙН, но у Махраджи у нее чуть-чуть выше, то есть это уже верхнее горло, АЙН была середина, здесь верхнее горло, да, то есть ближе уже к языку, да, приближается к языку, там АЙН и ХВА, которые у нас было вот с точкой, они вот в этом месте образуются. Буква АЙН, она, ну, часто с ней бывают ошибки именно на суккуне, поэтому внимательно на суккуне, да, опять же нужно отрегулировать, чтобы она у вас протекала, АГР, да, АГР, а не, АГР, АГР, или как-то по-другому, согласовками, ГА, ГУ, ГРИ, ГА, ГУ, ГРИ, ВАЖНО, опять же, буква твёрдая, да, но не сверхтвёрдая, то есть, например, ГО, там, ГУ, ГЛЫ, помимо стеля, ещё могут и ДБАП, и, как бы, сверхтвёрдость, это буква не сверхтвёрдая, она просто твёрдая, у неё там цифаты не сверхтвёрдой буквы, не могу её прочувствовать, ну, вот, Ай, не получается, ага, как я уже сказала, горловые буквы путём долгих тренировок могут быть, но это нужно индивидуально посмотреть, послушать, как бы, ну, там, ну, каждого, чтобы понять, но, нужно тренироваться, то есть, если у вас соседняя буква какая-то получается, уже, аль-хамдул-ля, например, если у вас получается буква Ха, она обычно легче получается, чем буква Ха. То же самое, если у вас получается Ха, то есть, вот эти буквы, которые с воздухом, они чаще легче получаются, потому что, там нету такого, так, макараджи, такой явной, как у буквы Джагар. и из-за этого они чаще, ну, как бы, бывают проблемы с ним чаще, и вы отталкиваетесь от соседней буквы. Ха получается, например, ага, Ха, Га, Гань, как будто она в одном макараджи, но чуть-чуть назад в горло, там буквально какие-то, ну, миллиметр, допустим, да, пробуйте, допустим, Ха, Га, то есть вот рядом буквы какая-то получается, пытайтесь продвигаться, потихоньку, так сказать, качать вот это место, чтобы оно начало у вас как-то действовать. То есть не получается, почему? Потому что у вас, вы не можете его, ну, как-то задействовать, да, оно у вас недвижимо, например. Почему? Потому что никогда вы, допустим, не говорили похожий букв, соответственно, это часть речевого аппарата у вас, ну, не задействована была, и поэтому сложно путем тренировок только. Вот. Сначала получится. Написание, да, она такая же, как Айн, только с точкой сверху. Ну, вот. Следующая буква, это у нас буква ПО. Буква ПО, это самая твердая, самая сильная буква в арабском алфавите, у нее сочетались все сильные эсифаты, твердость, да, сверхтвердая, то есть у нее написание, ну, достаточно легкое, да, то есть такое, как листочек полу, вот этой частью лежит на бочке, и тут есть такая палочка, да, ну, написание, это отдельно, там, где про буквы более подробно говорю, можно посмотреть. Всегда пишется на строчке, у нее написание почти всегда одинаковое, да, то есть даже те, когда в середине следующие соединяются, то есть и в отдельности тут есть маленький хвостик, поэтому оно очень похоже, да, там, будет во всех позициях, единственное, что будет соединение, допустим, с этой стороны. согласовками, опять же, несмотря на то, что сверхтвердая буква, важно соблюдать умеренность в, ну, как бы, в правильности в произношении гласовок, и в частности умеренность, даже несмотря на сверх ее твердость, в твердости, да, то есть, чтобы она не получалась у вас моблюа, такая, как будто вы ее проглотили, и она не выходит, да, например, говорят то, то есть, вроде бы делают какие-то и махраджи есть, но сильно зажимается, например, чрезмерный тапаур, там, углубление, ну, там, свои моменты, чрезмерность придает звуку не совсем четкий звук, да, то есть, он искажается. Огласовки, значит, с фатхой у нас по, 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 да, то есть, ту с ламмой, пы с касрой, и с суккуном у нас эта буква имеет палькаля, а-по, да, а-по, то есть, у нас звук такой резкий, табаурды, тараби, то есть, мы резкий, резкое разъединение с махраджи, да, без какого-то звука у нас гласного, то есть, мы говорим а-по, да, то есть, не нужно какое-то звучание давать, то есть, это буква Та, вот, если есть вопросы, задавайте, если нет, идем дальше, а-харфелло, следующее, по написанию, как и предыдущее, только у нас точка есть, да, то есть, точка сверху, буква тоже является сверхтвердая, но у них махраджи, там, приближенные, или, но они не, не одинаковые с предыдущей буквой, да, ла, у нас, ну, не другой махраджи, у нас уже, это, ля, то есть, у нас задействованы уже, как бы, кончики языка, и мы, а-у, да, то есть, ну, можно, чуть-чуть, вот, есть какая-то наподобие английский, как вот, H в каких-то словах, но только это твердое, у нее твердость есть, да, ну, если так приблизительно, можно писать, как бы, очень приблизительно, точно, не очень точно, вот, твердая буква, опять же, соблюдаем все те рекомендации, которые с твердыми буквами и сверхтвердыми, да, не прогуляем, и гласовки читаем, ну, как с другими буквами, если у нас А, то А, если это там И, то И, как и с другим, да, то есть, мы говорим ВО, или там РУ, ТО, да, как часто даже эту букву пишут на русском, это буква РО, а буква ТО нет, это не РО, ни ТО, О нету, иншаллах, это буква в написании, да, такая же только точка сверху, В, ВЫ, ЛУ, ЛУ, то есть, буква имеет звучание, в отличие от предметов, предыдущие, КЛА, которые там, у нас был, КАЛПАЛА, была, то здесь, это РОХАЛ, она продолжительная, как бы, на СУКУНИ, АЛУ, да, то есть, мы ее чуть-чуть протягиваем, но придаем, И, РОХАЛ, из трех категорий, где у нас была щит до войны, и РОХАЛ, да, она в третьей самой категории, где в долге. так, да, ВОЛИМ, да, или ЛУЛЬМ, ВОЛЯМ, и такие другие слова, но это чуть-чуть, тут другие, еще у вас, по сути, ну, это я то, что планировала вам на самом первом своем уроке рассказать, поэтому, вот до этого места, оно так растянулось на два с половиной урока, и хотела домашний для всех дать, да, и плюс еще кое-что возьмем, так как время у нас еще есть, продолжение, но перед этим, такой домашний для всех, да, это в первую очередь для вас, так как курс наш, такой интенсивный курс, таджвит для начинающих, то есть, и цель, которую изначально я озвучила, это как минимум, ну, сконцентрироваться на тех моментах, которые, на тех правилах, которые есть у нас в суре Алифа, Тиха, и в шести последних сурах, ну, там немножко будем захватывать и другое, когда правило идет глобально, берется, то иногда в этих сурах не приходят, но мы будем упоминать и другие примеры, из сур, тоже вот коротких, которые есть, ну, помимо этих шести, но в основном концентрация будет на вот этих шести сурах последних, то есть последний разворот в Коране, получается, две страницы, и сур от Аль-Фатиха, то есть это тот необходимый минимум, который нужен каждому мусульманину, да, для того, чтобы как минимум делать, там, викар, молиться, да, то есть, например, сур от Аль-Фатиха, в каждом Ракаат, и какой-то, какой-то из сур, еще выбирайте, то есть, ну, шесть сур, как бы уже хорошо, поэтому, если будете, ну, вот эти моменты, которые упоминаю, тренироваться, то есть смотреть, какие-то, записывать, как я говорила, да, каждая буква, какие-то я даю вам, ну, подсказки, не просто буква, да, а, например, какие бывают ошибки, то есть я сконцентрировалась больше на то, какие могут быть ошибки, и, исходя из своего, как опыта уже, да, многолетнего, и, что вы их заранее уже, в самом начале, постарались не допустить, поэтому, если вы, например, там, читать будете, да, и смотрите, это буква, можете вернуться, да, так ее не нужно читать, например, она читается недолго, а там быстро, или наоборот, не быстро, там, как-то по-другому, то есть, и какие-то рекомендации, вы их можете потом вернуться к ним, ну, к своим конспектам, поэтому, вот мы буквы все, по сути, повторили, кто, ну, конечно, в том формате, в котором подразумевает наш курс, да, можно про каждую букву говорить несколько часов, лекции, и, ну, это будет мало, да, то есть, еще, еще можно говорить, то есть, это как бы, а им, ну, мы согласны нашему уровню, который здесь предполагается, и времени, который мы располагаем. И домашнее задание по уже пройденному материалу, значит, за последние два урока, да, который был и сегодняшний, кто вдруг пропустил записи, посмотрите, написать, например, конспект для вас, да, но если просто какие-то, вот особенно, кто там не учил, да, то есть буквально, вот постарайтесь все моменты себе прописать, иншалла в этом будет польза. Потом возьмите суры Тальфатиха, и последние шесть сур в Коране, да, ну, я думаю, всех из Корана, или вы можете, как бы, в онлайн режиме найти эти суры, и посмотреть, все ли вы, буквы, например, да, можете легко писать, то есть письмо очень важно, да, хотя это же вид, вроде бы, это чтение, но письмо, поверьте, если вы будете их легко читать, они, как бы, взаимодействуют, писать, то есть это еще лучше, то есть оно, как бы, улучшает ваш навык, как одна из проверок, потому что и в заучивании метод, писать, допустим, используется очень хорошо, то есть память такая, ну, как бы, механическая, она помогает тоже запомнить. Да, чудеса тоже бывают, то есть, как бы, это уже будет в чем-то, ну, страдать, допустим, да, то есть, ну, если арабский язык вы будете учить, например, не просто чтение, там, Корана, да, арабский, то есть писать вам обязательно нужно будет, там, предложение, какие-то слова, не знаю, упражнения делать, поэтому обязательно это делайте, напечатайте свои проблемные мискота, и можете до завтра мне скинуть, в директ, например, что у вас там такая проблема или такая, да, может что-то, какие-то вопросы у вас возникнут, ну, это тем, кто хочет, да, у вас есть такая возможность, кто и хочет и воспользоваться, воспользуется, а кто не хочет, ну, значит, не хочет, да, то есть это до завтра, по вот этим темам, иншаллах, можете скинуть вопросы, да, и, может, я их, если увижу какие-то повторяющиеся вопросы, да, стоящие упоминания, их озвучу и отвечу на них прямо на следующем уроке, да, возможно, у вас есть вопросы, пока я дальше перейду к следующей теме, у вас есть вопросы в, сейчас, жду ваших вопросов, пока не вижу вопросов, вот так, тогда пойдем дальше, еще начнем одну тему важную, да, это виды суккуна, виды суккуна, это помимо того, что у нас, вот, огласовки, это еще мы к ним вернемся, там, форма суккуна, форма суккуна, она может быть для вас, особенно для новичков, подсказкой для правильного чтения, то есть вы можете не особо там понимать, что и как, но этот суккун, зная, что он мог бы вам подсказать, указать на что, вы можете, как бы, понять, более-менее правильно прочитать, да, может быть, это не получится 100%, там, да, потому что свои правила, у них есть свои нюансы, иногда, как с какой-то буквой получается, с какой-то нет, но, по крайней мере, это в таком быстром формате получится, получится прочитать правильно, да, на вашем этапе. Не умейте писать, пишет сестра, пишу русскими буквами, арабские слова, ну, вот у вас прекрасная возможность, прям вот сегодня, начать, поставить цель, ничего сложного нету, это не китайские иероглифы, где там каждый отдельно, и то, наверное, ну, китайцам и то легко, а там иероглифы. Арабский язык, да, там, пару букв, сколько, в арабском меньше букв, чем в русском, да, языке, поэтому не думая, что это такая проблема, поэтому начинайте, потому что, если будете говорить, не умеете, вот вы можете просто завтра взять и все буквы предписать, это, и будьте уже уметь, иншалу, то есть, это не сложно, иншалу, поэтому давайте, завтра, вот, Марина запомнила, чтобы завтра вы сказали мне, какие буквы, это, вы уже прописали, хотя бы, если не все, то какие, будет стимул. так, уменьшается, ничего не видно, ну, как я уже сказала, если я увеличу шрифт, экран большой, тогда он не влезет просто в телефон, да, в фейсбуке намного лучше видно, как я вижу, в записи, еще вообще будет хорошо видно, поэтому, кто хочет записи, просто по ссылке пройдете, там, ну, если повторить что-то, а так вы можете на слух, я вам говорю, если вы конспект делаете, вы можете на слух, просто, я все озвучу, что тут написано, если в этом есть, ну, как бы нужна, нужна. как найти в фейсбуке, ой, шрифт, нет, ссылка в фейсбуке, я, вот сейчас я, там у меня, уменьшается, так же, как и в этом, только там нету, подчеркиваю, у меня там вместо подчеркивания тоже точка, идет, вот так, если не ошибаюсь, можете найти, так, значит, понятно, так, значит, еще раз, значит, тема у нас, виды суккуна в Коране, да, которые мы начинаем, виды суккуна в Коране, и, как бы, то, что вам нужно запомнить, как бы, что форма суккуна может быть для вас подсказкой правильного чтения, то есть, это как бы, такая фраза ключевая, то есть, что, вы можете посмотреть, какой, как выглядит суккун, над какой-то буквой, и понять, какое-то правило, далее, мы будем разбирать, какая фокус, какой суккун, на что указывает, на какое правило, а потом, мы, потому что мы будем указывать какое-то правило, вы это правило, может, не знаете еще, да, кто там первый раз, кто знает хорошо, кто не знает, тогда подальше, ну, в последующем уроках мы и будем разбирать эти правила, и потом вы, как бы, сложите пазл, суккун, плюс то правило, которое будет указано, потому, если будет какое-то правило, которое вы не знаете, ну, не пугайтесь, иншаллах, вот, если вы запишите конспект, вы это все постепенно, то есть, сложите вместе и поймете. Важное, важное примечание, за основу мы берем мединский вариант Корана, то есть, имеется в виду, мусхав, который вот часто мы видим, ну, его в онлайн форматах, да, который, мусхав медийно его называет, да, такой шрифт, он четкий, часто вот как продают Кораны именно этим шрифтом, но бывает иногда шрифты другие, да, то есть, шрифт другой, например, там, какие-то турецкие, они могут отличаться, ну, шрифт, например, огласовки могут иметь другую форму немножко, да, подстроенный под их, например, печать, там может не совпадать с тем, что будет озвучено, поэтому сразу вам оговорю, вы если сравните и смотрите на мусхав, который идет медийский вариант, ну, обычно в электронных вариантов, как правило, тоже он идет этот за основу, но бывает иногда нет, да, если какие-то старые, у вас там турецкие, бывает, что-то такое плана, там бывает не совпадает, поэтому сразу это по марку, или как бы примечание это говорю, чтобы вы понимали, если вы сейчас откроете такой мусхав, а там не так, то это, скорее всего, у вас не тот шрифт, да, то есть вот этот момент имейте в виду, значит, за основу берем вот этот медийский вариант, шрифт, где, да, у нас Куран, называется мусхав Аль-Медина, то есть там печатают, вот, часто, да, там, мы видим такие мусхавы, значит, теперь, какие у нас есть формы, так, тут что-то сдвинулось, первый, мы назовем его суккун ария, или свободный, или невидимый, можете его так сказать, суккун невидимка, его еще и так его называют, суккун невидимка, это суккун, во-первых, ария по-арабски называется, свободный, или голый суккун, да, ну, мы скажем, невидимый, такой, суккун невидимка, вам будет легче запомнить, иншаллах, то есть, по сути, это суккун, которого мы не видим, да, то есть, мы с вами брали, что суккун имеет форму кружочка, или такой, как от буквы Х, вверх, но этот суккун, его просто нет, никак он не изображается, то есть, его не видно, он, ну, невидимый, просто над буквой будет пустое место, это значит, там суккун ария, этот суккун, такой формы суккуны, встречается только с буквами долгими, то есть, если у нас вау, алиф, или я, медиа, то есть, долгая, то над ней будет обязательно вот такой суккун, то есть, по сути, отсутствие чего-либо, пусто будет над этим буквами, если вау, сверху ничего нету, я, сверху ничего нету, алиф сверху ничего нету, и перед ними огласовка, которые им соответствуют, да, перед алифатха, перед вау бамма, перед я, то значит, это хардмат, долгий хард, и вот суккун будет так выглядеть, то есть, никак, мы его не увидим, также это может быть и над другими буквами, помимо этих долгих, это будут другие буквы, разные могут буквы, как правило, это с нун и с мим, правило связано, но может быть и с другими буквами, то есть, этот суккун, такой вид суккуна, может с многими буквами приходить, и он указывает на, на два правила, на идран, или на ихфа, то есть, если такой суккун у других букв, то это значит, или идран, или ихфа, какой из них точно, это мы уже будем дальше, мишала, говорить, да, то есть, там будет зависеть от того, какие это буквы, какие после них буквы, то есть, точно вы не сможете сказать, пока вы не будете знать правила, то есть, он не говорит на что-то однозначно, что это, ага, это идран, или это ихфа, нет, то есть, он может и на то, и на то указывать, в зависимости от того, какая-то буква, какая после него, это уже нужно знать правила, что там точно, будете знать правила. Как это выглядит в Коране, да, например, сура аль-кайферун, например, у нас здесь, смотрите, а-би-ду-ун, вау, видите, над вау, ничего нету, перед ней дома, то есть, это долгий, это указывает на то, что у нас здесь долгий, ну, то же самое с алифом, просто здесь мат дойдут, алиф маленький есть, вот над алиф, смотрите, алиф, на дне ничего нету, но перед ней фатха, то есть, это тоже долгий, но, например, буква даль, здесь на дне тоже ничего нету, пусто, но это будет указывать на идхам, здесь удвоение у нас идет, то есть, ну, это еще мы возьмем в момент, но здесь вот это указывает на идхам, например, здесь тоже нун, смотрите, над нун ничего нету, то есть, в данном случае, это показывает, что это правило ихфа, ну, потому что это нун, после нее там буква та, То есть уже сочетание мы понимаем, что это ихва. То есть, видите, бывает, этот сукон никак не выглядит. То есть он сукон невидимка, его не видно. И может указывать, может стоять над долгими буквами или над другими буквами. Тогда это будет или правило идхам, или правило ихва. Про эти правила подробно будем говорить. Хорошо. Здесь понятно, вопросы есть у кого-то по вот этому моменту? По первому сукону, по первому виду сукона. Да? Вопросы. Слышно меня хорошо? Все понятно. Тут кто-то пишет, пропадает. Это у меня пропадает или это у вас пропадает? Не знаю. Я себя слышу хорошо. Вроде, аль-хамдулля, как первый эфир, там что-то у меня все время выбивало. Аль-хамдулля, вот все стабильно. Я надеюсь, тоже, и запись тоже. Хорошо, отлично. Да, потому что все притихли, я думаю, может, как-то непонятно, не слышно или еще что-то. Понятно, смотрю, есть все. Значит, здесь, да, обращайте внимание, что если над буквой ничего нету, то есть это подразумевается сукон. Идем дальше. Ну, здесь второй пример, да, так как мы на основе шести последних сур, например, сурат аль-хляс. Тут тоже есть, вот, лау, да, лау-меде, здесь лау-нету сукона, здесь дама. То есть это показывает, что это у нас харфель-мед. Или, например, нун. Видим, на дну ничего нету. В данном случае это будет поговорить, что это и драма, вдвоение здесь, подсказка. Ну и так далее. То есть в других сурах тоже это можете проследить. Второй вид сукона — это пустой или легкий сукон халия или хафифа. Его еще называют сукон халия или хафифа. То есть пустой или легкий. Ну, этот сукон, перед тем, как я покажу вам ее форму, это тот, в принципе, который я вам говорила, который схожий на верх головку от буквы Х, да, такую форму в Коране, да. Еще раз подчеркиваю, эти формы отличаются именно в Коране, в Муслафе. В шрифте стандартном они могут у вас просто быть кружочком во всех вариантах, да. А вот именно в Коране, в Муслафе вот эти нюансы, подсказки такие, да, для чтения. Которые, иншалла, вам помогут. Значит, этот пустой или легкий сукон указывает на то, что буква, над которой стоит этот сукон, читается четко, читается четко, ясно, без... Вот то, что я вам когда объясняла буквы каждую, я говорила на суконе, эта буква, например, читается быстро, или эта буква читается чуть-чуть долго, да, мы ее придерживаем. Вот это вот изгар, который на суконе будет читаться, да, как это с суконом связано здесь правило, то есть вот таким образом, да, как я вам объясняла, как бы основа этой буквы такова, без каких-либо там изменений. Вот этот изгар, это правило, да, будет, если над буквой будет такой сукон. Как он выглядит? Опять же, возвращаемся к нашим сурам. То есть это сукон вот в виде такой головки от буквы Х, да. Например, у вас есть вот сура Аль-Каферун та же. У нас идет сверху первое слово УЛЬ, да, то есть мы видим буква ЛЯМ. И над ней такой сукон стоит в этой форме, то есть эта буква читается четко, ясно, без каких-то там, не знаю, утаиваний, ассимиляций, без ничего, просто она читается, вот как она должна читаться, да, когда мы говорим вот про эту букву в описании, например, да, с суконом. То есть мы читаем вот так, четко и ясно, это изгар. Да, или вот мы видим, то есть это на самом деле чаще всего встречается, такой сукон, да, например, Харп-Лаин тут у нас и тут Айн с таким суконом, Мим, да, вот с таким суконом. То есть очень часто, когда мы букву читаем просто, как она вот должна читаться, без какого-то дополнительного правила, с правильным махраджа и сефатами, то она имеет такой сукон, да. Халия или хафифа? Халия, не гвалия. Гвалия — это другое. Хорошо, да, то есть вы видите, посмотрите опять же мусофи себе, проследите, ну, чтобы этот мусоф был мединский, да, потому что бывают другие. Я не могу здесь писать, это презентация, но я могу написать просто этим. Вот. Вот так он, да, будет выглядеть, вот таким образом. Чуть-чуть же верну, напишу. То есть вот так. Да, то есть он такой, как верх от буквы Х. Буква Х. Это цукон. Да, пуль. Потом что тут у нас ещё? Лям. И олиды. Да, например, лям имеет срединность, то есть мы не говорим поле, да, поле, например, это неверно. Или, скажем, поле, это тоже неверно. То есть так чрезмерно долго, так недостаточно. Да, поле, то есть у нас она такая средняя. А, например, ну, лям тоже мим тут у нас так же, как и лям. А даль, а нас уже быстрая, да, то есть мы её делаем калгана. Я лейды. Да, то есть мы говорим Я лейды. Даже её так невозможно как-то прочитать. Я лейды, да, то есть она вот быстро. То есть как мы вот, когда я про каждую букву говорила на предыдущих уроках и сегодня тоже, да, закончили, вот так же мы видим эти примеры. Хорошо, идём дальше. Здесь вопрос в минуту. Всем понятно, да, с этим суконом? Если нет над буквой ничего, то смотрим на букву перед ней. Ну, это уже дальше, возьмём правило. Не обязательно перед ней, смотрим на букву, как правило, после неё. После неё, а не перед ней. Да? На букву после неё там будет смотреться уже какое правило. Хорошо. Всем ясно смотрю, вопросы не вижу. Значит, дома обязательно, да, вы заглядывайте в мусор, вот эти все примеры, просто посмотрите вот глазами его, ага, вот так, как читает, можете послушать чтеца, да, сравнить вот как он читает и что я вам тут говорила. Сначала законспектируйте, потом, как бы, это в Мосхафе, как бы, Далиль найдите, правильный только, чтобы был мединский, да, и потом можете ещё и прослушать чтеца, посмотреть, ага, вот так он изгар читает, а так вот здесь долгий, а здесь он что-то почитал, допустим, вы не знаете, какое-то непонятное что-то, или хва, или драм, что-то говорили там, например, то есть какое-то правило про него ещё будем говорить. То есть каждый суккун на что-то будет указывать. Так, это был у нас суккун халия, да, и идём, тоже здесь примеры, посмотрите. Следующий суккун уже более редкий, он такой пореже, но тем не менее. Называется круглый суккун мустадир, суккун мустадир, то есть он в виде кружочка, то есть он такой маленький кружочек, ну, как маленький нолик, да, или, ну, нолик, если нолик, он такой продолговатый, а это именно круг, то есть такой как круг, похожий на круг, он тоже там не совсем такой прям правильной формы, круглый, ну, иногда бывает и правильный, в зависимости от этого, от шрифта, но больше кругу, да, вот как мин, например, кругленькая такая, вот такой формы. Бывает над буквами, то есть если предыдущий суккун бывает там над многими буквами, да, кроме там хроф и мэд, потому что там у нас выходило и дуа, и хфа, то круглый суккун, он бывает над алиф, бывает над уау и над я, то есть над тремя этими буквами. Ну, там еще у нас есть моменты с ним, но хорошо, вот над этими тремя буквами эти буквы не читаются, то есть если над этой буквой есть одна, вот этот суккун, то есть эта буква есть уiroфи, но это как бы подсказка, что эта буква, она написана, но она не читается. Вам не нужно ее читать, там думать, а как же ее прочитать, она просто, ну, как бы, как будто ее там нету, да, вы ее пропускаете в чтение. Они не читаются ни при остановке, то есть она, эта буква упускается в чтение. ну таких примеров у нас поменьше но часто после глаголах когда у нас есть в ауль джема но это как бы особенность там опять же чуть грамматические после уау бывает она даже вот шести последних 40 и и нету да ну так как это про тема про суккуны я уже добавила это 40 ура еще сюда пример но в шести последних суров это примера нету вот такой смотрите алиф и на дне маленький почти круглый маленький суккунчик такой кругловатое видите перед этой алиф даже нету фатхи потому что алиф читается только в одном случае когда она суккуном и перед ней фатха а здесь она вроде суккуном ну такой суккун круглый ну допустим да тоже суккун но перед ней никакой огласовки нету то есть это алиф она грамматический там это фрег то есть она там различать глаголы от это то есть она не читается она имеет какую-то свою функцию из-за чего-то там она написана но она не читается просто запоминаете если вы видите такое как правило это с алиф но бывает еще примеры славу из я пару слов тоже встречается до бывает на трех буквах вау алиф я если увидите над буквой такой суккун это буква не читается то есть мы например читаем здесь я буду алиф не читаем фоль я буду а допустим нет вообще она упускается в чтении нет мы не говорим что это буква мать потому что буква мать тогда перед ней должна быть огласовка буква мать мы говорили в первой категории у нас было когда суккуна ария и перед ним там огласовки соответствующие это не ахмет на руф и мет это только буквы когда они сочетание согласовками определен то есть ну руф или аилля можно сказать это неправильные буквы алиф я и уау которые это более правильно будет мать уже это сочетание согласовками это будет мать здесь не так да в этом примере мы видим алиф но бывает и не только с алиф так как это в редкие там в середине курана где-то да ну просто чтобы знали я уже примеры что него писала даже потому что это в конце коране нету эти просто уже к этой теме до вдобавка при ней и не удлиняется что при ней не поняла вопрос пишите более четко вопрос чтобы я понял что вы имеете ввиду 4 4 ну давайте по этому суккуну если если по предыдущий вопрос и и пойдем дальше вопросом не вижу хорошо здесь понятно всем сестры пишите да нет чтоб я поняла понятно непонятно что-то объяснить хорошо вопросом не вижу понятно хорошо следующий следующий сукон это удлиненный суккуну стопы или овальному можно сказать овальный удлиненный то есть он по сути в виде такого нолика уже то есть не круг а как бы овал такой чуть-чуть продолговатый вот приходит только в шести словах коране и приходит только над буквой алиф то есть на другими буквами в принципе не приходит и в этих словах только над шестью словами вот вернее шесть слов коране могут иметь этот суккун но некоторые слова встречаются один раз а некоторые встречаться несколько раз или много раз то есть слова то одни но количество упоминания этих слов разнятся да то есть некоторые просто повторяться хорошо только над алиф удлиненный до овальный это буква алиф она стоит последней буквой слове то есть она не бывает что вот этот суккун и там где-то в середине не только в конце слова то есть он завершает завершающая буква в слове при слитном в чем какое фоком да то есть если у нас в конце слова это алиф с такой с таким суккуном то есть мы при слитном чтении эту алиф не читаем то все как будто нету но при остановке она читается ну как обычно долгий харф на 2 то есть при слитном как будто просто фатха перед ней а при при остановке читаем долги то есть в суре аль-кайферун как раз у нас есть этот пример то есть у нас идет слово она она 2 характером и читаем но если мы останавливаем это если мы останавливаемся если мы продолжаем получается у нас она обиды она обиды то есть уже эту алиф когда мы на нее не остановимся на это слово она не читается как будто у нас просто фатха и а на если останавливаемся тогда долго что то есть эта особенность вот такого суккуна опять же можете посмотреть уровень кайферун у нас есть такой пример в этих 6 40 как раз на слово она последняя буква и вот такой хоккан да здесь вопросы например ну вот примерно понятием здесь пример хорошо пока я вопросом не вижу последний у нас пятый вид суккуна называется мим а имя или поднятый мим который приходит над буквой ну то есть у нас буква ну приходит это фоком определенное правило когда но он приходит суккуна и в этом правиле вместо ну он читается у тайна и мим правило называется и куляб и к подсказка тому что ну мы не читаем а читаем место не убил сверху пишется маленькими то есть место суккуна пишется мим да как вот такая подсказка этот мим пойма сказка что это правило и опять же правило но он всяким это не мы будем им шалость вам позже брать ну как бы коротко вам сказала что там происходит опять же шести последних 40 40 это правило нету нету конкретно с нун всякий на есть там странами нам но мы еще там не брали есть вот суре альгу мазер да у нас есть например вот ну и и на одну мы видим маленькая мим то есть мы не читаем для юн бэдэн а читаем ля юн бэдэн да то есть мы читаем здесь мим у тайну юмим то есть тоже не четкую там свои правила то есть вот такое так это выглядит а то есть ну сверху мим это был такой суккур последний до который показывает в принципе это все про суккуны если вам следует выучить среды суккуна их понимаете динфицировать да в мусофе можете посмотреть вот из на наших 40 и также пролистать мусофе да посмотрите где-то вы еще встретите ну то есть точно эти примеры и на все на все ряды суккуна до 3 4 скуны очень похожи практически одинаковые при написании ну они может чуть-чуть похоже но 3 вы если посмотрите в мусофе начала вы увидите разницу то есть четвертый который продолговатый он побольше он намного больше почти в два раза больше то здесь они вам похожи но который кругленький он очень маленький да вот смотрите вот суре здесь того нету но смотрите вот он такой продолговатый и вот такой побольше а тот он маленький ну в мусофе по увидите у меня здесь просто увеличена там ну как бы что вам было видно да тут разные размеры а он на самом деле поменьше вот просили 2 и 3 показать или что там или первым уже здесь потерялся кто что просил да то есть повторю нас первый суккун это суккун свободный или невидимый да невидимка которую с долгими буквами и указывает на это вам их фа так когда ничего нету над буквой потом у нас был пустой хали в виде верха от буквы ха показывает что это изгару буквы потом у нас был суккун кругленький по которой указывают на то что буква не читается и суккун продолговатый только при остановке буквы читается и суккун мим кайма сестры здесь заканчивается в инстаграме у вас уже я иншалла перезайдю то возможно у кого то есть вопросы да у кого то есть вопросы по по сегодняшним темам обязательно посмотрите эти суккуни потому что это как бы подсказка помимо правильности букв это сразу вам подскажет что что-то здесь вот нужно сделать иншалла это будет такой экспресс метод до интенсивный то есть когда можно максимум за короткое время выучить да у нас уроки каждый день иншаллах если ничего там вы можете впервые то есть вас я стараюсь каждый день но если никаких не будет 22 прямой эфир начинается хорошо вопросов я не вижу если как я уже сказала домашнее задание если у вас там возникает вопрос какие-то по предыдущему вы хотите чтобы я озвучила да допустим что-то тогда пишите до 200 завтрашнего дня свои какие-то вот если посмотрите возможно вы найдете какой-то пример в куране да и вы не можете понять что это но только если вы подумали можете спросить я как пример тоже смогу вам объяснить уже для всех сестер чтобы это было первоначально вы ну как бы проработали это кому нужно будет просмотреть еще раз посмотрите вот прямой эфир сохраняется или ю-тубе тоже можете посмотреть эти без миля записи сукона которые указывают другую букву из-за этого я писала на русском языке суры я поняла почему слышала другие буквы написано другой баракова уфики уфики баракова да это определенные правила да то есть у нас ну видимо вы слышали то что то что было другая буква да вот такой момент писать на русском ну как бы ни было не пишите на русском потому что это точно будет искажать ваше звучание то есть если вы будете писать на читать сразу на арабском то есть не приучайте писать на русском потому что это как правило потом ужасно произношение потому что вы все равно на русские буквы сразу настраивайтесь на арабский выучить это несложно не сложно выучить буквы пишите на арабском учите на арабском так допишите сур на рамск возьмите вот хотя бы до одну суру в день там взяли эту суп и все буквы в ней посмотрите послушайте это гласовки сукон и какие то есть если у вас не получится больше хотя бы одну суру в день сейчас все сидят дома поэтому может найдете больше времени для этого что мы проходим кто-то присоединился только у нас тоже для начинающих то есть у нас начало это же для начинающих каждый день сегодня был третий урок записи уроков предыдущих вы можете посмотреть ютубе по ссылке в шапке профиля начала я туда выставляю и этот урок выставлю хорошо вопросов если больше нету тогда иншаллах мы завершим наш урок хорошо баракаллаху фи куна субханакаллаху манду хамдика ашхиду и ляя ля халя это стаблика таблика таблика вау ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракаллаху а а Продолжение следует...